Итак, наш гость, главный враг попсы, рок-музыкант, легенда и титан, российский рок-движение Юрий Леонид Шевчук. Стыдно сказать, я не поверю, 25 лет группе ДДТ, хотя в общем срок условный, но 25 лет назад 5 оболтусов шли и думали как назваться. По улице Ленина, масса было названий, но решили так уже совсем альтернативно ДДТ. Почему ты не модный? Ну почему ты не вступишь в партию? Ну что ты не можешь как все нормальные? В свое время старика выгнали из комсомола и с тех пор я как-то в партии не вступаю. Ну даже и денег не делал, тебя же просили, ну три раза съездишь, пой осень, получи 120 тысяч, подержи, тогда по-моему Ельцина, да? И шоколад. Ну до сих пор иногда глушенные предлагают деньги, ну те кто не знает, конечно. А с другой стороны, уж слава Богу, как-то искушение все меньше и меньше, да. А почему ты так пытаешься быть в стороне от политики? Внутренняя свобода. Все-таки мягко забирают и просят что-то за ним? Смотри, как я напишу песню, если я буду от кого-то зависеть? У художника хозяин бог. Я не против пообщаться даже, как и ты, с политиками, да, посмотреть, мне как художнику интересно, конечно. Но с другой стороны, общаться неофициально. А официально это уже, конечно, тоже зависимость. Ты можешь сравнить за 25 лет, насколько изменились люди, находящиеся в политике, люди, находящиеся около политики. Вот политик, да, вот, многие же приходят, действительно, и ты об этом говоришь, искренним желанием помочь людям. Через год пролетают своими мигалками и многочисленными там мотоциклистами, охраной, мимо этих же людей, бабах, сидящих у обочины. Как это происходит? Хорошая фраза, когда человек становится знаменит, да, популярен, с ним надо знакомиться заново. Когда человек становится политиком, и год в политике, с ним надо тоже, наверное, знакомиться заново. Притом подходить аккуратно, не дай бог обидишь его. Да, да, да. Он же теперь великий. Я думаю, это от рабства происходит. Когда раб становится хозяином, он становится каким-то отвратительным хозяином. И отвратительным начальником. Меня что удивляет? Рабство, рабство. Не только какие они, а какие мы. И мы тоже. Знаешь, в 90-х мы так хотели свободы, а сейчас так хотим ее отдать. Я смотрю, как даже в художественных произведениях стало проявляться это такое низменное рабское чувство. Оно сейчас вновь вернулось. Ну, в принципе, оно, наверное, не уходило никуда. Посмотри, сколько такой наши представители бомонда крутятся вокруг власти с букетиками из цветов, с фужерами, шампанским. Кричат вивату, рада, здравствует. Получают там свои какие-то кусочки еды. Да, я сегодня ехал в поезде к тебе и к вам, конечно, тоже читал усминания о Пасторнаке, который об этом как раз говорит. Какие-то полулюди, говорит, просто. Удивляясь, говорит, нашей интеллигенции. Это он говорил в 58-м году. Все как-то вокруг власти. Он имел в виду Эйнзенштейна и других. Алексея Толстого, которые там прыгали и танцевали тоже. Удивляясь, говорит, просто. Как так происходит? В Москве 4-го числа, когда у тебя будет большой концерт в Олимпийском? Завершаем тур по России, да, приходите. Ты ведь наверняка будешь не только петь, но и читать свои стихи. Какие-то да, да. Ну, я в число приду на концерт, даже если ты будешь против. После концерта заходи за кулисы, выпьем закусим. О, обязательно. Ну что же, я оставляю вас наедине с Юрием Шевчаком. Насладитесь замечательной музыкой и поэзией. А я вижу с вами в следующее воскресенье в 22.00. Нас с ним в аду война свела, она друзей не спишет. Я был герой, рвал у дела, он был намного тише. Сырое небо, жёг закат, смерть рядом что-то ела. Моя душа рвалась в набат, его тихонько пела. Моя душа рвалась в набат, его тихонько пела. Мы были разные во всём. Цитата, лёд да пламень. Шмелём кипел я под огнём, а он чернел, как камень. Молчал и только иногда, когда я наезжаю. Бросал мне пупить ерунда, Господь нас уважает. Он отвечал, всё ерунда, Господь нас уважает. Сидим в горах, вокруг зима, храпит в грязи пехота. Нам как-то было не до сна и тошно отчего-то. И разговор мы повели в час злобного затишья. Куда нас, бесы, завели в конце времён, братишка? Куда нас, черти, завели в конце времён, братишка? Ему кричал я, посмотри на эти сучьи рожи. Им всё до фонаря, гори, страна в придачу тоже. Нас завтра снова продадут, пойдём на урожай. А он в ответ, брось баламут, Господь нас уважает. А он в ответ, брось баламут, Господь нас уважает. Всё по нулям, уже видна, дыра большого срама. Живёт подачками страна, продавшего всё хама. Их либеральные сады достали наши флаги. Ни баб, ни водки, ни еды, лишь тёмные овраги. Ни дев, ни смысла, ни еды, лишь пыльные овраги. Я слов уже не нахожу и сильно раздражает. Меня его терпи, браток, Господь нас уважает. На кой такой Господь нам всем, где светлые дороги? Тут оторвал нас от проблем, тяжёлый крик тревоги. Тут оторвал нас от проблем, тяжёлый крик тревоги. Очнулись с ним опять вдвоём, мы в белой медсанчасти. Я помню лишь дверной проём, как нас рвало на части. Он долго молча умирал, сошёл, как свет солей. Я что-то понял, он не врал, но выразить не смею. Я что-то понял, он не врал, но рассказать не смею. С тех пор, когда нет наглоток и сильно обижает. Я говорю, не сыт, браток, Господь нас уважает. Я говорю, держись, браток, Господь нас уважает. Я говорю, пробьёмся, брат, Господь нас уважает. Я говорю, мы победим, Господь нас уважает.